В редакцию нашей программы прислали шокирующие кадры, напоминающие реалии из уже позабытых 90-х. На видео группа молодчиков во главе с некой Айнур вломились в квартиру семьи Нурмахановых. Как оказалось, это были сотрудники микрофинансовой организации от Флаха-18. Незваные гости со скандалом и криками требовали оплатить долг за кредит. При этом головорезы начали применять физическую силу. Они стали издевать семейную пару и их детей. Подробнее в следующем материале. Семья Нурмахановых с ужасом вспоминает тот день, когда группа людей ворвалась в их квартиру. В тот вечер домочадцы готовились ко сну. Внезапно двери их небольшой квартиры распахнулись. Вошедшие молодые люди налетели на отца семейства и начали его избивать. Старшая дочь стала снимать происходящее на камеру телефона, за что она получила удар ногой в живот. Они отобрали у дочери телефон и пнули ее в живот. Я не успела защитить старшую дочь. Я все время боялась за младшего ребенка-инвалида. Она сильно кричала и плакала. Но это их не останавливало. Нас забрали на скорой. На следующий день снимок показал внутреннее повреждение. Вначале сказали, что у нее гематома печени. Но сейчас еще выявили кисту. Семейная пара воспитывает троих детей. На центральном рынке они торгуют детскими игрушками. С микрофинансовой организацией они связались пять лет назад. И всегда вовремя платили по счетам. Но в прошлом месяце у семьи возникли трудности. Они попросили отсрочку по кредиту. Однако руководство МФО ответило категорическим отказом. После чего домой стали наведываться молодые люди, требуя оплатить долг. Почти все, кто торгует на рынках, клиенты от Слаха банка. Они выдают кредиты всем только на 62 дня. Как только закрываешь кредит, они уже второй навязывают. Раньше продажи лучше были. Сейчас ни у кого торговли нет. И все в кредитный кабале у от Слаха. Я оплачиваю по 74 тысячи в день. Если до трех часов не успеешь, получишь штраф. Два дня не оплачиваешь, и они забирают твой товар. У этой микрофинансовой организации от Слаха-18 высокие процентные ставки. В случае неоплаты представители МФО учиняют расправу над должниками. Отбирают у них товар и бизнесы. А большинство их клиентов – это простые торговцы на рынках. Мы не принимаем, как вызывали 102. Мы же заявление принимаем, принимаем, принимаем. Как они принимают? Зашли домой, там девушка Айнур, Марат, вот этот Алдиар, представитель от Слаха. Устроили дома большой скандал. У меня дома гости были, перед ними меня опозорили. Потом вытащили меня и маму на улицу. Начали толкать, пинать, драться. И в оконцовке это все видел отец. И через два дня отец умер, потому что у него было давление повышено. Он вот это все видел и умер из-за этого. Людей, пострадавших от отца Аллаха 18, сотни. Предприниматели запуганы и доведены до отчаяния. Они уверены, если не остановить деятельность этой микрофинансовой организации, то дальнейших трагедий не избежать. Такое бесчинство однозначно недопустимо в правовом государстве. Пока идет следствие, мы обратились к директору ассоциации микрофинансовых организаций Казахстана Ерболу Омарханову. По его словам, данная компания не входит в состав их организации. Он отметил, что их поведение не подлежит этике финансового рынка. Также глава ассоциации сообщил, что в любых спорных вопросах каждый человек может обратиться в Центр защиты прав заемщиков, телефон которого вы сейчас видите на экране. У нас существует микрофинансовый омбудсман. В этом Центре могут защитить их права, быть связующим мостиком между заемщиками микрофинансовой организации и попытаться урегулировать спор в досудебном порядке. Конечно, это вопиющий случай, который бросает тень на репутацию всего рынка микрофинансовых организаций. Мы считаем, что такие компании не должны работать на рынке. И будем ходатайствовать перед регулятором о том, чтобы эту компанию проверили и довели до логического завершения ее деятельности. Ну, в том числе, вплоть до отзыва лицензии. Также мы обратились в агентство по регулированию и развитию финансового рынка. Имеет ли от Слаха 18 право на выдачу кредитов? И насколько законны подобные процентные ставки со стороны микрофинансовой организации? И вот, что нам ответили. Немножечко резонансная организация. По ней проверка все еще идет. Результаты будут обязательно сообщены. К сожалению, мы не можем раскрывать, поскольку присутствует тайна кредитования. И индивидуальные данные заемщика также мы раскрывать не можем. Но, тем не менее, отметим, что проверка обязательно будет закончена. И в случае нарушения со стороны микрофинансовой организации к ней в обязательном порядке будут применены меры. В целом, с мерами, применяемыми к любым финансовым организациям, можно в свободном доступе ознакомиться на сайте агентства. Итоги проверки будут известны через месяц с момента нашего запроса. По данному факту мы обратились и к законотворцам. Депутат Мажелиса Юрий Ли заверил, что это преступное самоуправство со стороны микрофинансовой организации по отношению к должникам. Также он сообщил, что совместно с финансовым регулятором сейчас разрабатываются нормативы по урегулированию рынка микрокредитования. Планируется ужесточить в том числе требования и к уставному капиталу коллекторских агентств, и к собственному капиталу и уставному капиталу микрофинансовых организаций. Вот в этих же правилах. Поэтому давайте посмотрим. Мы еще с регулятором будем подробно этот вопрос обсуждать, выяснять по каждому пункту позиции. И к чему-то мы придем. Поэтому следите за ситуацией, там, я думаю, что будет еще много интересов. На данный момент в департаменте полиции приняли коллективное заявление от пострадавших граждан. Мы надеемся, что правоохранительные и контролирующие органы дадут справедливую правовую оценку деятельности микрофинансовой организации от Слаха-18. А граждан призываем быть внимательными при составлении любых договоров и самое важное повышать свою финансовую грамотность.